К сожалению, опрос показал, что больше половины из вас хорошо знакомы с этим ядом в виде пива, вина и водки. Но мало кто знает, как его делают, а я знаю и с удовольствием расскажу. Люди научились делать алкоголь с древних времен следующим оригинальным образом. Брали сосуд и в сосуд наливали виноградный сок. Это водный раствор витаминов, сахаров, ферментов, кстати, очень полезных для человека. И запускали внутрь сока дрожжевые бактерии. А дрожжи, они очень большие сладкоежки. И под микроскопом видно, вот она бактерия, вот у ней глаз, вот у ней рот, вот она поедает сахар. А сзади, из-под хвоста, из клоаки, у ней как раз выходит этиловый спирт, С2Н5ОН. Таким образом, алкоголь есть не что иное, как моча дрожжевых бактерий. Ну, по-научному, экскременты. И вот эти бактерии пожирают сахар, мочатся, мочатся мочой. И когда концентрация мочи в бочке достигает 11%, как всякий живой организм, они в собственном дерьме захлебываются и подыхают. Если это пойло тут же разливают по бутылкам, то называется оно вино сухое ординарное. Будьте любезны, в Москве на всех углах его продают. А если два года отстаивают, отцеживают подохшие трупики и сливают только мочу с остатками сока, то это пойло уже называется вино сухое марочное. Стоит два раза дороже, орден прилепят, медаль. Сбывается оно намного успешней. Очень многие люди, особенно девушки, молодые женщины, почему-то любят шампанское. А вот как делают шампанское, они не знают. А я знаю, и тоже с удовольствием расскажу. Я специально ездил на экскурсию в Абрау-Дюрсо. Это родина советского шампанского в Краснодарском крае. Шампанское делают следующим оригинальным образом. Берут специальную зеленую толстостенную бутылку, и заливают в нее букет виноградных соков в пяти разных сортов. Основной сорт винограда – шампань. В зависимости от их соотношения этих соков, получают шампанское сухое, полусухое, полусладкое, сладкое и брют. Пять сортов шампанского. Заливают соки, запускают дрожжи, и время на бутылку забивают специальной деревянной пробкой. А у них в горах вырыты длинные штольни, а по стенкам штолен выстрелены отверстия для бутылок. И вот они новый рожай завозят, в эти дырки раскладывают, штольню закрывают, опечатывают. Круглый год температура в штольне плюс 14 градусов. Зимой, летом не меняется. И два года в полной темноте и покое эти бактерии перерабатывают сахар в это самое оное зелье. И когда через два года процесс уже подходит к концу, и пора план выполнять, они открывают эту штольню и закатывают туда мощный прожектор. И врубают яркий и сильный свет. От неожиданности и страха эти бактерии прохватывает понос. И они от этого страха и поноса дохнут. Но прежде чем подохнуть, они со страха еще газуют. Нагазовывают туда в бутылку, газов напускают. И вот почему-то пьяницы больше всего в шампанском ценят как раз вот эти вот газы. Как он пьяница выпьет шампанского, как они ему в нос шибанут. Но совсем ему от этого хорошо. Продолжение следует...